Я возьму на себя право представить нашу команду, которую сегодня хочет донести некую информацию до общественности нашего полуострова. Слева от меня сидит Сидалиев Ришат, это председатель общественного движения Сибат. Рядом со мной Василий Абдураимов, это заместитель представителей президента, также он там отвечает за земельный вопрос. Справа от меня Ибранов Азыл, дальше Руслэм Эбет, активист подряд протеста, чуть левее от, ну с того конца я наношу представлять, это Якубов Сулейман, пресс-секретарь общественного движения Сибат, активист и член правления общественного движения Сибат Патылов Нариман, один из представителей и глава поляно-протеста Петровский-Висотов и член правления Сибат Ришатов Делевер. Ну и я, Генеджи Сидамет, служил член правления общественного движения Сибат. Ну цель нашего сегодняшнего мероприятия, который мы сегодня здесь хотим провести, есть в народе такая вот хорошая традиция. Если, допустим, люди, которые занимаются общественными делами, делают что-то для людей, для народа, и когда у них что-то получается, есть какие-то результаты, то они хотят вместе порадоваться со всеми, да, то есть донести эту новость, донести эту весть и вместе как бы порадоваться тому результату, который сегодня есть у нас. О чем я хочу вам поведать, рассказать. Вы обратили внимание, что у нас какой-то период времени, мы не выходили на контакт, то есть мы молчали, будем говорить, все это время. Ну почему? Потому что была очень серьезная, кропотливая работа по началу масштабного решения земельного проза, именно что именно? То есть по выделению участков, то есть выдачи решения. Это была проведена за эти последние месяцы очень большая работа. Совместно с правительством Крыма, с некоторыми структурами в городе Киеве, в столице, с горсоветом, что было сделано. Вы, наверное, слышали, да, кто как бы мониторит ситуацию в земельном вопросе, что был отменен гемплан, старый гемплан города Симферополь. Почему? Потому что старый гемплан, он не учитывал те территории, которые сегодня занимают поляные протесты. То есть он был отменен и было решено внести в состав города, внести в границы города, обозначить в гемплане все поляные протесты, которые находятся в границах города. То есть вот эта работа была проведена, она тоже требовала немало времени, заняла немало времени. То есть второй момент, чтобы не отвлекаться на технические моменты, в принципе первое решение у нас было, мы давали только на бумагу, то есть конкретного детальной планировки территории Петровских высот, если взять по Петровским высотам, у нас не было. Сегодня мы это тоже, эту работу провели, и слышали, как недавно Агеев провел общественное слушание в Горсовете, это в январе месяце, где была принята ПДП, то есть детальная планировка этого массива, который в виде состав города и который обозначили как поселок компактного проживания. Вот это было сделано. И сегодня, уже когда все серьезные технические вопросы решены, мы сегодня имеем, на феврале, вот 26 числа прошла сессия в Горсовете, где было вынесено решение по 223 участникам поля протеста. Это 123 человека славянского пикета, и около 100 это кроноско-поставский пикет. Более подробно вам чуть попозже расскажет об этом речка Делявер, как вся эта детальная база проходила. Я хочу как бы немножко отметить более так на глобальном моменте, то с чего все началось. Вот так оно пошло. Обратили внимание, что в декабре-январе у нас был указ президента по этому поводу. Я почему-то чуть ранее упомянул, что и в городе Киеве тоже у нас были встречи, были контакты по нашему вопросу. После указа президента вы, наверное, тоже в курсе, что было отношение председателя Кадмина Крыма Могилева к земельному вопросу, где он обратился на одном заседании Сульмина в жесткой форме, что в ближайший срок разработать схемы отчуждения, если кому-то принадлежат эти земли, и внесение в город, например, состав города, состав района, тех земель, на которых стоят поляны протеста, пикеты, для того, чтобы в ближайшее время, буквально в течение 13-го и 14-го года, этот вопрос был закрыт полностью, чтобы удовлетворить чаяния народа, чтобы народ успокоился, чтобы народ увидел, что сегодня в Украине сильная власть, и что это власть для народа. То есть первое, это как бы усилили мы ситуацию, это указ президента Януковича Виктора Федоровича, что он в такой очень твердой форме выразил свое отношение, что земельный вопрос в Крыму должен решиться в пользу людей. И следом за ним, буквально через несколько недель, было уже отношение Могилева по данному вопросу. И сегодня вы, наверное, в курсе, что буквально несколько недель назад, и это очень радует, я сейчас более подробно раскрою ситуацию, несколько недель назад начал работу, снова начал работу Совет представителей при президенте. Это такое очень знаменательное событие в Крымском масштабе, знаменательное событие для нас, для крымских татар. В чем оно знаменательное? В том, что мы сегодня и в этой сфере видим, как крымские татары, что власть хочет не только земельный вопрос решить, до этого народа, а власть хочет решить весь пакет вопросов, которые сегодня накопились за 20 лет, за 20 лет, в течение которых ничего не решалось практически. Ведь я вам, как мы, мы и есть народ, сидящие здесь, за нами стоят люди, мы видим, мы живем среди этих людей, мы видим, что народ, в принципе, возвращался за свой счет, практически. То есть за счет своих ресурсов, за счет своих возможностей. Никакой помощи от тех структур, которые как бы заявляли, то, что мы вот, мы отвечаем за крымских татар, или та власть, которая была до этого, ничто не делалось с их стороны. Ничто не делалось. И за эти 20 лет накопилось такое количество вопросов, и социальных, и экономических, и политических, которые, если их не решать, то это приведет к не очень хорошим последствиям. И один из них, вот я говорил, это земельный вопрос, и мы видим, как к нему власть до создания, до реанимирования Совета представителей при президенте, начала подходить. Но так как в нашей среде не только земельный вопрос является проблемой, которую надо решать, есть и много других проблем, и мы видим, как власть сегодня собирает именно профессионалов, патриотов в одну структуру. Для чего? Для того, чтобы начались решаться эти насущные проблемы, проблемы социальные, экономические, проблемы, связанные со здоровьем народа, и так далее, и так далее, и так далее. И мы видим, и мы почему вот встали рядом, да, вот с этим советом, потому что мы сразу буквально, не то что в первые дни, а в первые часы мы почувствовали внимание этой структуры проблеме, вот нашей проблеме, о которой мы озвучиваем, за которой мы боремся, и так далее, и так далее. Земельный проблем. То есть мы видели интерес, именно живой интерес, чтобы этот вопрос максимально в кратчайшие строки решился, и чтобы в дальнейшем были гарантии у людей, если человек хочет, например, получить землю и сам построить свой дом, не дождавшись там, когда ему там дадут либо квартиру, либо дом, но не важно, сам бы захотел построить, чтобы у нашего народа, у остальных людей в Крыму были гарантии, не было вот такого, как раньше. Да, пришелся и совет, дайте участок, и все. И на этом все встало. Чтобы и дальше, допустим, когда масштабно решится земельный вопрос, удовлетворяться все чаяния тех людей, которые стоят на полянах протеста, например, жизнь идет, и дальше продолжается, человеку надо участок, чтобы вот... Конституционные продолжения. Да, да, да. Что, да, и дальнейшем, да, решались конституционные права наших граждан. И мы, я говорю, очень обрадовались тому, что вот эта структура сегодня, которая образовалась, то есть не образовалась, а начала работать, проявила такое участие в наших делах, и у нас, можно сказать, у нас были проблемы, некие проблемы, где-то в январе месяце, в ГУГБОР-совете, и благодаря участию Совета представителей, эта проблема донеслась до высших эшелонов, и нас там услышали, и эта проблема была снята с повестки дня, то есть можно сказать, что сегодня есть конкретный вклад Совета представителей при президенте в наше дело о решении земельного вопроса, непосредственно Василий Иванович. Но я вот хочу пару слов дать ему, он более подробно расскажет об этой ситуации, ну, потом там уже этим проходят.